МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Было или не было?" -"И судьи, и инспекторов просматривали этот момент. Нет единого мнения." Положение вне игры, гол и поражение. Футболистки Могилевской надежды съездили в Минск, где сыграли матч 11-го тура чемпионата страны. Игорь Бокев, шотландская Глазга за мировыми рекордами и золотыми медалями. Бобруйчанин успешно выступает на чемпионате мира по плаванию среди паралимпийцев. -"В Европе мы конкурентоспособная команда. Это показывает результаты последних лет." Современные Робин Гуды из Могилева. Ньюсмейкеры последних недель. Евроигры, гран-при, впереди чемпионат мира и Олимпийские игры. Продолжим побеждать? Всем привет. О новостях спорта Могилевской области расскажет программа Спортом. И начнем мы с вида спорта номер один в мире. Футболистки Могилевской надежды уступили оппоненткам из команды Минск. Это была игра 11-го тура чемпионата Беларуси. Счет поединка 1-3. По словам игроков Могилевской команды, их надломил вот этот гол, забитый в середине первого тайма. Если мяч не коснулся ноги защитницы надежды Алины Васильевой, в таком случае это положение вне игры. И гол не должен быть защитан. В обратном случае все верно. Именно так и решил судья матча Кирилл Пилиповец, указав на центр. Счет стал 1-0 в пользу команды Минска, которая продолжила забивать. На 33-й минуте нигерейка Эстер Сандей делает дубль и счет 2-0 в пользу своей команды. Третий мяч ворота надежды был забит в начале второго тайма. А гол престижа состоялся вовсе не благодаря атакующим действиям Могилевской команды, а ошибке защитницы Минска Анами Эбби. 3-1. Мы, в принципе, пока, наверное, исходя из двух игр, показали трех игр, показали, что мы можем в настоящий момент зацепить только ничью. Следующий матч надежда проведет 25 июля в Могилеве против Нивы Белкар. На чемпионате мира по плаванию среди паралимпийцев Бобручанин Игорь Бокий пополнил копилку сборной Беларуси тремя золотыми наградами. Первое золото Беларусь завоевал в финальном заплыве на 50 метров вольным стилем с новым мировым рекордом в своей группе. Во второй раз подняться на высшую ступеньку пьедестала почета Бобручанин смог в решающем заплыве на 200 метров комплексным плаванием, преодолев дистанцию за 2 минуты 4,06 секунды. Еще одну золотую медаль белорусский спортсмен выиграл в финале дистанции 100 метров на спине, где Бокий показал время 56,74 секунды, что является новым мировым рекордом в группе паралимпийцев. Прежнее достижение также принадлежало Игорю. Чемпионат мира по плаванию среди паралимпийцев завершится в Глазго 19 июля. В эти дни в Риме проходит второй этап юношеского кубка по стрельбе из лука, в котором участвуют и наши спортсмены. А тремя днями ранее в Бухаресте завершился Гран-при Европы. Завершился для нас большим успехом. Из столицы Румынии белорусские атлеты привезли 2 золотые и 2 серебряные медали и все на счету могилевских спортсменов. Оба золота завоевали мужчины в индивидуальных и командных выступлениях. Серебряные медали у женской и смешанной команды. На Гран-при не было равных Антону Прилепову. В индивидуальных упражнениях он стал сильнейшим еще в квалификации, набрав 682 очка и установив рекорд Беларуси. Один за одним, побеждая соперников, могилевчанин выиграл золотую медаль. Второе золото Антон Прилепов завоевал в составе мужской сборной. В компании с еще одним могилевчанином Александром Лягушевым и минчанином Павлом Доледовичем наши побеждают в финале. Серебряную медаль белорусской сборной Антон Прилепов принес в составе смешанной команды вместе с Анной Марусовой и еще одной могилевчанкой. Ну а вторую серебряную медаль белорусской сборной принесла женская команда. Уступив в финале соперницам из Турции Анна Марусова, Екатерина Тимофеева и также могилевчанка Карина Деминская завоевали команду на серебро. По итогам медального зачета белорусская команда заняла третье место. Успехи наших лучников не могли оставить нас равнодушными. Евроигры, Гран-при Европы. Что же это, случайность или закономерность? И что из себя представляет стрельба из лука? Небольшой экскурс в историю, настоящая. Попробуем заглянуть в будущее. Об этом расскажем в рубрике «Вне игры». В Беларуси стрельба из лука появилась в 1969 году. Столицей этого вида спорта стал Минск, где уже в 1970 году прошли первые официальные республиканские соревнования. Отсюда были и первые их победители. В 1972 году появились энтузиасты стрельбы из лука и в Могилеве. Могилев за счет своей массовости тренерской, и соответственно у каждого тренера спортсмены группы, количество занимающихся больше, внутренняя конкуренция. И я думаю, все это позволяет все-таки сегодня Могилеву, Могилевской области, занимать лидирующие позиции в стране, в нашем виде спорта. Так было и в 80-е годы прошлого века, когда в полный голос заявила о себе могилевчанка Елена Марфель. Чемпионка Европы, победительница молодежных игр СССР. За подготовку команды к этим соревнованиям могилевский тренер Борис Любимов получил звание заслуженный тренер. В конце 90-х заявляет о себе могилевчанка Анна Марусова. В составе национальной команды она участвует во всех международных стартах. В 2001 году в сборную команду приходит Антон Прилепов. С 2007 года в сборной команде появляется еще одна могилевчанка Елена Кузнецова. В 2009 году она вместе с подругами по сборной занимает четвертое место на чемпионате мира, а сама Кузнецова становится пятой в личном зачете. В Европе мы конкурентоспособная команда. И это показывает результаты последних лет. Что касается мира, там такая жесткая борьба, там такая конкуренция, там азиаты, там Америка, причем Латинская Америка, такие команды, как Мексика, и Чили, и Бразилия. Короче говоря, конкуренция существенно отличается от европейской. Но и тут на прошлом чемпионате мира случился у белорусов, точнее, белорусок прорыв. Второе командное место. Можно повторить или улучшить. Через три недели вновь чемпионат мира. Кстати, кроме медалей планетарного форума, там разыграют и олимпийские лицензии. Мы, конечно, прикладываем все усилия, но хочу сказать, будет нам нелегко, очень нелегко бороться с азиатами и бороться с американцами. Как и с Северной, так и с Южной Америки. Последние успехи белорусов в основном могилевчан вселяют оптимизм. С надеждой смотрим в будущее. В этом виде спорта очень важен и опыт. Существует множество примеров, когда побеждали те, кто в стрельбе уже десятки лет. В завершение интересный факт. Скорость стрелы, пущенной лучником, быстрее, чем пассажирского самолета Бонг 737 при взлете. Сегодня анонс событий исключительно футбольный. Могилевские дни порыграют на Кубок с Нафтаном. На эту игру вы еще можете успеть, если живете в Могилеве и поблизости от стадиона «Спартак», где и будет проходить игра. Она начнется в половине восьмого вечера. Напомним, Новополоцкий клуб сейчас занимает десятое место в турнирной таблице высшей лиги и в последний месяц играют очень плохо. Пять поражений подряд. Днепр, наоборот, идет первым в первой лиге, но последняя игра с вымученной победой 1-0 над аутсайдером командой «Речица-2014» говорит о том, что не все в порядке во взаимодействии на поле. Напомним, в Кубке команды проводят по две встречи дома и на выезде. Кроме Днепра, Белшина сыграет с Гомель-Желодор Транцем на их поле. Стоит отметить, что однажды на этой же стадии команды встречались тогда, четыре года назад. Сильнее были футболисты из Бобруйска. Ну и еще один представитель нашей области, Шкловский Спартак, будет принимать сильнейший клуб стороны Борисовский Батэ. Можно предположить, в Шкулове будет аншлаг. А это была программа «Спорте». Мы расскажем о спорте Могилевской области. Не пропустите футбольные баталии. Приятного вам просмотра. Могилевчанам кубкового матча на Спартаке. Ну а всем остальных матчей Лиги Европы с участием белорусских команд. Увидимся на «Беларусь-2» уже в понедельник. Счастливо!